Елизавета Ефремова. Сервис по-русски. Введение. Словосочетание «сервис по-русски» можно встретить в бесчисленных байках и анекдотах. Но многолетний опыт работы с отечественными организациями показывает. В России сервис есть, он развивается и демонстрирует отличные результаты. Атавизмы советского времени в виде хамского обслуживания от типичного продавца из Сильпо все еще встречаются, но за последнее десятилетие появилось большое число компаний, которые демонстрируют первоклассный сервис. У них есть собственные наработки, они черпают передовой опыт из доступных источников и могут служить образцом для подражания. В этой книге как раз пойдет речь о лучших мировых практиках, современных находках в русском сервисе и прогрессивном опыте отечественных организаций. Второй десяток лет автор занимается тренингами по сервисному обслуживанию. За это время ей удалось познакомиться с уникальными людьми, которые с нуля подняли прекрасные компании, благодаря своему ответственному и позитивному отношению к делу. Руководители и владельцы успешных организаций любезно поделились секретами мастерства, а автор унифицировал их для использования в разнообразных отраслях и видах деятельности. Таким образом, в книгу, кроме теории, вошли интервью с директорами, внедрившими сервисные технологии. Вы также найдете в ней конкретные практические методики, которые легко привносятся в жизнь фирмы практически сразу по прочтении. Сферы деятельности организаций, на опыт которых мы будем опираться, самые разные. Вы познакомитесь с реальными примерами из работы таких компаний, как Центр традиционного акушерства, Санаторий Сибирь, Русская школа управления, Ветеринарная клиника Центр, ЭВС Сапсан, Гостиница Восток, город Тюмень и многих других. Хочется подчеркнуть особые заслуги руководителей этих предприятий в построении сервисной культуры, их добросовестное и мудрое отношение к делу. Задачи обслуживания в маленьких и крупных коллективах решаются по-разному, но есть общие закономерности и, безусловно, работающие методики, о которых и пойдет речь в книге. Сервис по-русски родился на стыке культур Запада и Востока, поэтому и здесь у России уникальный путь, отличный от уже проторенных европейцами и азиатами дорог. С одной стороны, это высокие западные стандарты, четкие схемы, суровые временные ограничения. С другой – восточное гостеприимство, душевная щедрость, эмоциональная содержательность общения. Микс первого и второго в отечественных реалиях создает необычные формы и совершенно уникальные явления в сервисе. С годами их становится все больше, они все ярче себя проявляют. Пора о них рассказать широкому кругу заинтересованных лиц. Эта книга адресована владельцам собственного бизнеса, а также руководителям организаций, которые нацелены на повышение прибыли, а значит, на усовершенствование стандартов обслуживания. Особую актуальность она обретает в связи с все большей технологизацией сервиса. Современные IT-разработки позволяют совершать покупки, пользоваться услугами банка и получать прочие блага цивилизации посредством персонального компьютера. Следовательно, бутиковое обслуживание, где происходит непосредственный личный контакт клиента и персонала, выходит на новую ступень в шкале ценностей. Потребитель становится более чувствительным и требовательным ко всему, что происходит в процессе получения услуги. Книга поможет правильно расставить акценты в сервисе, научит готовить персонал к общению с заказчиками, скоординировать работу по сервису между разными отделами фирмы. Большая часть материалов носит прикладной характер, поэтому обратимся сразу к практическим знаниям. Глава 1. Опыт клиента и корпоративные ценности. Сразу введем в оборот понятие клиента ориентированности как основного показателя сервиса. Ее следует понимать как деятельность организации, направленную на получение положительного отзыва, рекомендации и повторного обращения. Чтобы оценить степень клиента ориентированности вашей компании и ее сотрудников, задайте себе следующие вопросы. Насколько удобно людям пользоваться вашим продуктом? Все ли вы сделали для комфорта клиента? Какие конкурентные преимущества продают ваш товар? Когда организация проводит обучение сотрудников и прививает им корпоративную культуру, одна из ключевых задач – найти правильный инструмент, который позволит вовлечь персонал в структуру декларируемых ценностей. Важно не говорить банальностей и не переливать из пустого в порожнее, а оперировать интересными и вызывающими эмоциональный отклик понятиями. В этом помогает схема, которую можно представить в виде пирамиды. Рассмотрим шесть ее ступеней, соответствующих разным уровням взаимодействия с клиентом. Первая ступень пирамиды – клиентское действие. Клиентское действие может быть выражено в виде отзыва, жалобы, рекомендации, решение пользоваться услугами только этой компании и прочее. Поскольку клиентаориентированность – это комплекс мер, направленных на повторную продажу или рекомендацию, то любое обращение в организацию приводит к определенному телодвижению клиента. Так можно прогнозировать, что довольный клиент даст, к примеру, шесть устных рекомендаций. Если речь идет о корпоративной презентации, то в качестве клиентского действия ожидается подписание договоров с новыми деловыми партнерами. И наоборот. Недовольный клиент выложит в соцсетях эмоциональную историю о негативном опыте обращения, а его подписчики передумают покупать услуги конкретной организации. Вторая ступень – клиентский опыт. Клиентский опыт – это субъективная оценка и сравнение полученных переживаний с ожидаемыми от соприкосновения с организацией. Даже крупные компании, которые давно внедрили стандарты инструкции обслуживания, должны напряженно работать над созданием благоприятного субъективного опыта каждого клиента. Чем громче имя и масштабнее корпорация, тем более высокие запросы к ней предъявляют потребители. Кроме того, более опытный клиент всегда ожидает большего сервиса. Чем развитие в целом инфраструктура, тем выше требования каждой организации. Человек, получивший обслуживание в салоне красоты и пообедавший в ресторане, вечером отвезет кота в ветеринарную клинику и будет ожидать, что и здесь ему будет уделено должное внимание и предоставлена профессиональная помощь на хорошем уровне. Поэтому субъективная оценка качества обслуживания так важна для репутации компании. В главе «10 аспектов сервиса» мы подробно разберем факторы, которые влияют на этот показатель. Третья ступень. Действия или бездействия сотрудников. Субъективная оценка клиента взаимодействия с организацией возникает не на пустом месте. Она напрямую зависит от того, что сделали или не сделали сотрудники. Каждый работник должен понимать, что все реакции, которые демонстрирует посетитель, это прямой результат поведения обслуживающего персонала на рабочем месте. Лишний раз официанту подойти к столику, администратору дополнительно предложить смежные услуги в салоне красоты, ассистенту подробно объяснить манипуляции ветеринарной клиники. Подобные действия снимают напряженность, помогают решить проблемы клиента на начальном этапе, увеличивают сумму чека и создают благоприятное отношение к организации. А молчаливость, безинициативность персонала, игнорирование жалоб посетителя становятся благодатной почвой для отрицательных отзывов. Руководство компании должно проговорить эти нюансы общения с клиентами, чтобы работники усвоили причинно-следственную связь между своими бездействиями и поведением посетителей. Особое внимание на эту связь следует обращать в крупных компаниях, потому что именно здесь сотрудники часто чувствуют себя лишь винтиком огромного механизма, от которого ничего не зависит. Этот стереотип восприятия надо ломать при помощи проговаривания прописных, казалось бы, истин. Не обслуживайте некурящий столик, вернувшись с перекура. Перезвоните клиенту для уточнения времени стрижки. Предложите напитки и журналы в зоне ожидания. Это простые, но такие важные детали обслуживания, которые все время должны быть включены в повседневную работу. Четвертая ступень. Политики и инструкции. Все, что касается процедур, технологий и стандартов обслуживания, должно быть зафиксировано и проговорено. Тогда у персонала не остается шансов совершить ошибку. Когда сотрудники действуют по прописанному и отработанному алгоритму, клиент получает желаемый опыт и в конечном счете выдает нужные для организации действия. Эффективны в этом плане как распечатанные на бумаге документы, так и традиции, передаваемые устно от опытных членов коллектива новичкам. Положительно подействуют занятия, где в игровой форме отрабатываются способы взаимодействия с клиентами и прогнозируемые результаты от них. Пятая ступень. Корпоративная культура. Как инструкции для персонала, так и традиции возникают на основе корпоративной культуры. Корпоративная культура – это свод правил, на основе которых действует организация. Фирмы придерживаются разных внутренних законов и действуют сообразно им. Например, вопросы предоставления скидок, информирования клиентов, возврата товара, пресечения воровства могут решаться абсолютно разными способами. Шестая ступень. Ценности организации. Это венец пирамиды. Корпоративная культура строится на ценностях, которые принимают владелец бизнеса и высшее руководство компании, а затем они транслируют их к коллективу. Ценности – это базовые принципы работы. Опора на них предполагает проведение вовлекающих мероприятий для персонала с целью привлечения потребителей. Это не просто регламенты или инструкции, это дух и суть самой организации. Описанная модель позволяет классифицировать любые сервисные события и работать с ними с ювелирной точностью. В качестве примера приведем философию разноцветных колготок. Гость, покидая ресторан, говорит, что больше не придет, поскольку у него сложилось ощущение беспорядка в ресторане. Как выяснилось, причиной этой субъективной оценки стали колготки разного цвета на официантках. Действие сотрудника в этом примере – это надевание колготок разного цвета под униформу, поскольку в регламенте не было прописано правило, касающегося такой детали. Клиент делает вывод потому, что видит «нет единства в ношении униформы», значит, нет контроля и порядка в организации. В его представлении, если в общем зале творится такое, следовательно, и на кухне повара тоже позволяют себе неизвестно что. Нет правил, нет контроля, нет должной культуры в ресторане. А когда ценности не соответствуют моим требованиям, надо поискать другое место, где можно безопасно и приятно поесть. Если бы все официантки были в колготках телесного цвета, то цепочка размышлений клиента была бы совершенно иной. Клиент видит, что весь персонал в опрятной униформе соблюдает регламент даже в цвете колготок. Его вывод – вероятно, в этом месте очень следят за выполнением правил, раз даже в таких мелочах все продумано. Наверняка у них идеальный порядок и на кухне. Высокая культура обслуживания произрастает из ценностей, которые я одобряю. Действия клиента в этой ситуации, скорее всего, повторное посещение и положительные рекомендации знакомым. Подобным образом можно рассматривать и отрабатывать любые промахи и изживать ошибки, оттачивая сервисное мастерство организации в целом.